Право на интересное и насыщенное лето имеет каждый ребёнок. Но не каждый может осуществить свою детскую мечту. У жителей этой квартиры двое детей. Сыну пять, дочери всего два годика. Своих детей эти люди не видели около двух лет, так как и отец и мать лишены родительских прав, а дети живут с опекуном. Конечно, скучаю. Каждый раз даже в социальных сетях я смотрю фотографии, как они и что. Ну, конечно, бы хотелось бы устроиться на работу, оплатить, но это просто, сами понимаете, невозможно, наверное, выплатить такую сумму. За годы разлуки с детьми родители не потратили на них ни копейки. Алименты не платили. В итоге накопился крупный долг – более 180 тысяч рублей. Судебные приставы говорят, работа по взысканию долгов осложняется и тем, что попасть в квартиру должника порой трудно. Во-первых, у самих должников, как правило, домофона нет. Только по соседям. Соседей днём найти тяжело. Часто не бывает никого дома. Приходится приходить неоднократно. Та же история у жителей этой квартиры. Своим несовершеннолетним детям они задолжали 100 тысяч рублей. Приставам дверь никто не открыл. Повестку пришлось передавать через соседей. Она не живёт. Я её не вижу вообще. По данным судебных приставов, в одном только советском районе Самары на сегодня почти 400 злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма их долга – более 20 миллионов рублей. В основном масса злостных неплательщиков – это люди, употребляющие алкогольные напитки, не работающие и не имеющие желания к работе. Если беседы, уговоры и даже штрафы не помогают, в ход идут более жёсткие меры. С начала этого года в советском районе за уклонение от уплаты алиментов 18 человек привлекли к уголовной ответственности. Правда, от этого детям не легче. Всех неплательщиков алиментов судебные приставы призывают вспомнить о родительском долге и подарить детям немного летней радости и надежды.